рад приветствовать вас в новом видеоуроке меня зовут александр владимиров школа лоджи про хелп подписывайтесь на наш youtube канал чтобы не пропустить полезные видео сейчас мы разберем такую тему что такое dry wet что такое ручка микс как все работает казалось бы многие знают что такое ну вроде чё тут сложного но в действительности не всегда точно понимают что же это такое на самом деле сейчас мы это разберем разберем на примере обычного крыша и на примере обычного дела я взял плагин эко и здесь есть две ручки dry and wet что делает дела я думаю вы знаете он повторяет звук поэтому наш крыш будет повторяться повторяться он будет каждую одну четвертую то есть он будет повторяться здесь 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 ну и так далее и фидбэк за то как долго это будет происходить color я специально поставил в дефолтное положение чтобы звук у нас не менялся color это фильтр значит dry это сухой дословно в переводе это сухой сигнал то есть это звук исходный который поступает в этот самый плагин а вот дословно мокрый это уже обработанный звук в нашем случае обработка это повторение звука тем самым в общем то именно повторение будут являться нашим эффектом если вы использовали ревербератор то там же мы могли услышать вот это вот эхо да такое значит эффекту реверберации и так далее давайте послушаем если мы просто включим dry ну и в эту берем то мы будем слушать этот крэш без изменений с выключенным плагином то же самое если же мы сделаем вот так то обратите внимание мы не будем слышать исходный dry signal то есть мы не будем слышать самый первый удар рэша но мы будем слышать повторение еще раз обратите внимание мы не слышим самое начало этого звука но мы слышим повторение но чтобы это было еще более наглядно давайте сделаем допустим там одну вторую чтобы у нас вот здесь вот еще реже звук звучал думаю так даже будет лучше и наглядней вот и мы можем регулировать dry with тем самым для того чтобы найти оптимальное положение то есть вот так вот это работает значит если вы используете send канал и вот эти посылы то посылы уже являются добавлением какого-либо эффекта поэтому если вы берете какой-то бас например то у вас обязательно должно быть как у вас должно быть здесь допустим если мы берем тот же плагин эко доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу booste и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене у вас должен быть вэт на максимум адрой на минимуме потому что вы как бы подмешиваете вот эту обработку сюда это тоже очень важно если вы будете вот так вот например делать давайте вот чтобы вас не смущало вот он так у нас в посыле то получается что мы будем добавлять как бы и исходный сигнал еще раз он будет дублироваться и в этот сигнал вот это вот повторение поэтому как правило вэт мы оставляем а драй убираем если же мы имеем дело с допустим плагинами которые имеют одну ручку микс то это то же самое что джойн дует но только чуть-чуть в ином исполнении просто одной единственной ручкой у нас здесь output микс вот допустим у стерео дела я здесь тоже стоит одна четвертая нота давайте поставим тоже одну четвертую так вот что все было четко ровно и если мы сделаем так то ну соответственно у нас слышится только крэш а если так то мы будем слышать только делай опять же мы не слышим начала мы слышим только вот повторение то есть если провести аналогию с нашим обычным эко то получается что если ручка микс в минимуме то это вот такие настройки dry максимум а в это минимум если мы ставим 50 процентов то это означает вот так что мы будем в равной степени слышать и dry signal и в этот сигнал а если вот так то соответственно вот вот так это все будет звучать чтобы проверить еще такой момент то есть давайте ставим 50 процентов микс и напомню дает соответствует вот таким настройкам соответственно это значит что исходный крэш и его повторение они будут одинаковой громкости давайте проверим так ли это уберем эко выключим его и проверим через стерео делай да конечно со временем громкость повторений становится тише это нормально так устроен делай но первое повторение вот она идентично по громкости что и здесь вот так это работает а если вы например добавляете вот подобные плагины опять же в посыл в бас то вы должны ставить ручку микс на максимум что напомню соответствует настройкам вот таким все поэтому когда вы работаете с музыкой обязательно обращайте на это внимание чтобы более глубоко понимать процесс вообще работы с этим самым звуком и с музыкой и по сути когда вы слышите где-то такой термин как параллельная обработка то вот она параллельная обработка у нас есть исходный сигнал есть сильно обработанный то есть вот она и есть это самая обработка в действии на этом все теперь вы знаете как все это работает и можете применять это на практике а меня зовут александр владимиров школа это logic pro help до новых встреч